Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую! Почтение вашим мужественным душам! Сегодняшняя тема для нового восприятия, поскольку мы стали уже новые люди и каждый день меняемся. Тема вознесения Земли, сакральный процесс вхождения в Пятое измерение. Отец-Абсолют. Здравствуйте, дети мои любимые! Я продолжу сегодня разговор о том, что ждет вас в период вхождения Земли в новый фотонный пояс. Это довольно сложный трансформационный период как для Земли, так и для вас. И мне хочется объяснить вам все тонкости этого сакрального процесса. Представьте себе вашу Землю в виде шара, окрашенного, скажем, в зеленый цвет. До 21 декабря 2012 года этот шар имел однородную бледно-зеленую окраску. И вот по мере того, как Земля начала свое восхождение в пятую плотность, ее верхушка начала приобретать более яркую окраску. Вхождение в очередной фотонный пояс. Это квантовый мини-скачок. И с каждым таким скачком зеленый цвет становится все более насыщенным. В той части Земли, которая поднялась на новую ступень. И так будет продолжаться до тех пор, пока не поднимется она целиком в пятое измерение и не засияет ярким, необыкновенно красивым, изумрудным светом. В данном случае свет является отражением уровня ее вибраций. Но чтобы приобрести эту божественную окраску, ей нужно полностью очиститься. Как физически, так и духовно. В чем это заключается? Физическое ее очищение идет на уровне преобразования ее плотного тела и может выражаться в виде природных катаклизмов и техногенных катастроф в тех местах, которые наиболее загрязнены и которые представляют для нее опасность. Что я подразумеваю под словом загрязнение? Это концентрация негативных энергий, которая достигает своего пика, что приводит к ее своеобразному взрыву на физическом плане. Поймите, дорогие мои, это не чья-то злая воля, не наказание, а саморегуляция, самозащита, самоочищение вашей планеты. Также и концентрация энергии любви, достигшая своего пика, приводит к взрыву, к очередному скачку на новый божественный уровень как вас самих, так и вашей планеты. Это все тот же закон мироздания, подобное притягивает подобное или внешнее отражает внутреннее. Я стараюсь объяснить это вам, родные мои, самыми простыми словами, чтобы смогли вы прочувствовать сердцем, что происходит и почему. А теперь рассмотрим, что происходит с вами, с вашими телами и вашей душой во время вхождения Земли в очередной фотонный пояс. Возьмем ту же аналогию с цветами. Предположим, что ваши тела окрашены в бледно-желтый цвет. И по мере продвижения вашей души к свету, к своим божественным истокам, она приобретает яркий золотой цвет и начинает светиться. Конечно, происходит это все очень постепенно. И вы сами, так же, как и ваша Земля, проходите через очищение вашей души и вашего тела. В чем это выражается? Вы проходите последние уроки на Земле третьего измерения, чтобы уйти уже навсегда. И в зависимости от того, на каком уровне вибраций вы находитесь в данный момент, вам и даются эти уроки. Тот, кто находится уже на самом пороге Вознесения, кто сдал все свои экзамены на Земле, тот помогает другим. Тот помогает другим, подтягивая их до своего уровня. Те же, у кого вибрации еще достаточно низкие, подвергаются самым большим испытаниям и проходят уроки свои в усиленном режиме, в концентрированном виде. Поэтому и кажется вам порой, что свалились на вас все беды мира. Но поверьте, любимые мои, только так сможет очиститься до конца ваша душа, только так сможет выйти она на новый божественный уровень, который освободит вас уже навсегда от боли и страданий, научит вас безусловной любви, освободит вас от дуальности. И то, что происходит с вашим физическим телом, является отражением того, что происходит с вашей душой, поскольку неразделимы они и невозможно очистить и исцелить ваше тело, не очистив и не исцелив вашу душу. И никто не сможет сделать это за вас, родные мои. Высшие силы могут только помочь вам, видя ваше искреннее желание измениться. Но главная работа – это работа вашей души. Помните об этом всегда. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Вознесение Земли. Сакральный процесс вхождения в Пятое измерение». Приняла Марта.